Итак, друзья, сейчас мы прошли курс метафоры чата, я провела в Ростове, и курс исцеления светом, звуком и символом. И две мои замечательные студентки попрактиковали, Татьяна и Анастасия, и они, возможно, захотят с вами поделиться своими впечатлениями. Ну что? Я проводила баланс для Анастасии, и по результатам тестирования у нас дисфункцию показали 4 чанкры. В дополнительном тестировании тело сказало, что этого достаточно. Ну и что? Я себя чувствую прекрасно, потому что у меня это получилось, и я надеюсь, такие же хорошие ощущения у моего. Что скажет клиент? Во-первых, благодарю за проведенные эти курсы, и вообще это время надо воспользоваться. Спасибо вам. И что интересно, это замечательное развитие, то есть сначала у тебя один запрос, потом ты видишь, какой результат. И еще, что более интересно, то, что это какой-то момент, а это процесс, который дает свои, так скажем, плоды и развитие на неопределенное время. То есть это как бы ты живешь дальше и замечаешь эти изменения, и это интересно. Спасибо. На самом деле все очень интересно, потому что в процессе работы я делаю студентам показательные балансы. И вот в частности, одной из студентов я проводила показательные балансы, и он касался некого ступора или блокировки того, чтобы начинать самостоятельную работу и проводить эти самые балансы. То есть люди иногда проходят курсы, но не всегда сразу начинают практиковать. И что я хочу сказать, нам не обязательно добиваться одномоментного результата на окончание балансировки. То есть что было? Все, что тестировалось, было достаточно актуально для человека. Ну, когда она встала, что-то я думаю о балансах, и все равно у меня какое-то, нет у меня полного спокойствия. Но потом она торопила группу, давайте скорее практиковать. И далее я наблюдала, что она реально занимается этим с азартом. И я бы сказала, удовольствием. И творческим подходом. Хотите ли вы этим поделиться? Да, хочу поделиться, что у меня были проблемы с проведением практики относительно себя, относительно людей, которыми я могла бы помочь. И сейчас, когда я работала с Анастасией, я, во-первых, испытывала удовольствие. И у нас настолько интересно разворачивался, особенно начальный этап, это запрос, что я думаю, что мы даже обе получили удовольствие. Я и Анастасия. И мы вышли, на мой взгляд, просто, если можно так сказать метафорически, в яблочко проблемы. Мы попали в цель. И в процессе самого баланса, когда ты понимаешь, насколько все взаимосвязано, насколько все логично, и в запросе вот эти все балансы, отслеживаются все вот эти взаимодействия и связи, я получила огромное удовольствие. И мне было легко. И прям очень захватывающе зашелись. В общем, понравилось. Да, мне очень понравилось. А как по поводу перегрузок? Ой, нет, вообще не видел перегрузок. Так легко, вот то, что я и хотела, легко. И используя те знания, тот уровень, который я на данный момент имею, и я удовлетворена этим. Потому что у меня же не было удовлетворения, мне было как-то тяжело открывать эту металличку, одну, вторую, смотреть на схемы этих чакр, потом искать свет или звук. А сейчас у меня прямо не было, кстати, не было вот этого барьера, который... У меня даже, вот у меня были моменты, когда меня раздражало, думаю, боже, открывать одну металличку, смотреть в эту табличку, потом искать фонарик, потом искать ноту ля или ноту си, думаю. Ничего. А сейчас вообще это было легко и захватывающе, и очень... Я очень рада. Хотите ли вы пожелать своим коллегам проводить подобные семинары? Да. Это не просто на словах, это надо почувствовать самому. То есть, знаете, как художнику, это, наверное, интересно. И это может создать некую... Я думаю, что это может создать некую уникальность в работах, когда, возможно, они будут приобретать еще и дополнительные какие-то целительские элементы. Может быть. Ну и замечательно. Начался наш великолепный двудневый семинар. Вот так просто словами не скажешь. Какие у нас восхищения, какие у нас чувства после этого семинара. Это надо пройти и почувствовать каждому. Мы как, знаете, с новыми познаниями, снова как обновленная копейка, новая копейка. Потому что тут очень много было тех знаний, того познания, которого раньше не знали. Или знали, но просто не вникали. Ну, наша Валерия Ивановна, такой замечательный педагог, точно учитель первого класса. Она с нами с каждым занималась, с каждым подсказывала. Очень достойный педагог. Ну, просто мама наша тут была с нами, носилась со всеми. Ну, о самом курсе, что можно сказать. Это действительно много знаний, много познаний, много открытий. Тем более сейчас в наше время, ну, сами знаете, что сейчас творится. Просто без этих знаний это просто невозможно защитить ни себя, ни своих близких, ни пациентов своих. Очень много негатива, очень много всего. А имея эти знания, просто сможешь поздоравливать себя, защитить себя близким. Вот. Спасибо. Да. Спасибо. И благодарим Валерию Ивановну за ее просто такой ум, за ее знания. Ну, это просто педагог от Бога, действительно. Ну, еще хочется поблагодарить автора метода, который так гениально выстроил учебную программу и дает феноменальные глубинные знания, последовательно, методически выстроенно. Да. И работать очень-очень комфортно, удобно. Я с удовольствием даю эти знания, проходите на курсы. Мы приглашаем просто в нашу семью, потому что и пособие, и все, не так просто тебя выпустили, и все. Дается пособие, дается чат, где мы можем общаться, где мы можем обратиться в любое время к Валере Ивановне. Она всегда поддержит, всегда поможет. Спасибо. Идем вас в нашем коллекте. Спасибо. Ну, во-первых, благодарность огромного Валерия Ивановича. Еще, так сказать, стечению обстоятельств в судьбе, то, что привело к вам на курс, как бы, все-таки, рост занятий был, но хотелось еще чего-то расширения, больше каких-то возможностей, инструментов для дальнейшего развития. Вот, все-таки, с этим курсом, действительно, оно пришло, и уже дальнейшие действия и развития уже просто будут, именно, колоссальными в этом плане. И сейчас проходила баланс, лежала, у меня просто очень поршень немножко, такое ощущение, чуть-чуть, так, пошатывая, как бы, все все мысли. Проходили трансформации глубокие, несмотря на то, что вам баланс проводил человек, который вам вообще впервые столкнулся на биологии. Да, но все-таки это были ощущения, которые, ну, действительно, они были, то есть не просто там, как бы, человек встал первый раз, там, чего-то там поделал, и все, но изменения прошли, мои ощущения остались. Ощущения у меня пока, что некоторые нужно переводить, осознать, потому что вчера, вчерашний курс у меня чуть-чуть загрузил, и я проснулась, и сегодня у меня уже просто немножко разложилось, совсем другое было видение на сегодняшний день. И я думаю, то, что завтра тоже я уже проснусь, и у меня уже будет новое ощущение, и осознанность придет вот всего происходящего в полной мере. Я думаю, то, что будем еще встречаться и работать, я думаю, что прям здорово. Ну, здорово. Ну, вчера я, конечно, отдала большую часть материала в теории, зато сегодня вы практиковали. Да, сегодня мы это прощупали, ощутили, и уже совсем воспринялось по-другому. То есть на практике все-таки нужно проработать. Обязательно. Обязательно. Спасибо. Спасибо вам. Сергей, Сергей прошел уже все курсы базовой программы, и вот сейчас прошел один из самых простых курсов, метафоры чакры, строение светом, золотом и символами. И что вы можете сказать об этих курсах с точки зрения уже специалиста, накопившего большое количество технологий и в нейроэнергетической кинезиологии, и имеющей колоссальное количество базовых знаний? Что я хочу сказать. Когда я еще учился в школе, и нужно было сдавать экзамен в 8-м классе, на 10-м классе, и у меня возникали какие-то вопросы. Даже там по пятому классу, по шестому, по седьмому. И мне приходилось нырять вот туда. Это все перелопачивать, это все повторять, и какие-то формулы, что-то такое. Хоть там, понятно, есть более совершенная какая-то модель, но здесь то же самое. И благодаря нашей горячо любимой, уважаемой, безмерно обаятельной нашей преподавательнице, она убедила, что это надо. И все начинается с самых простых шагов. Я как бы пролетел это, и у меня в некоторых случаях возникали вопросы. Здесь эти вопросы снялись. И когда я ощутил, она говорит, да тут что, тут все просто, тут что там, тык-тык-тык-тык. А когда она меня на столик вчера положила, и когда там вот это вот тык-тык, у меня голова там, как что-то произошло, и я только от этого состояния отошел, ну, где-то, наверное, в одиннадцатом часу вечера. Потому что я пришел, у меня еще там были стороны, стоны со стороны там моего пациента, и мне пришлось до час ночи еще его восстанавливать. Вот. Поработать там дистанционно, все. Я говорю, ну как, сейчас все нормально? Да, все нормально. Утром пишет, ой, как все хорошо. Я могла поспать и отдохнуть, как-то вот все, все хорошо. А вы думаете, чем я работал? А вот этим курсом уже сразу применил. А вот этим курсом. И она через двадцать минут, она уже запела совсем по-другому. И она говорит, у меня успокоилось, состояние такое возникло, спокойствие. Я потом ей начал читать молебен. Вот это вот. А у тебя там вот то, да. Как ты вот себя в этом состоянии? Вы стали ей рассказывать информацию по метафорам чакра. Нам-то незнакомые он не понимает. Да, в общем, я ей начал вот эти метафоры. Я начал здесь читать, начал вопросы задавать. Она говорит, да, действительно, это у меня есть. Вот. И, как говорю, сейчас по-другому, что как вот этот вопрос. Она говорит, да, я, говорит, сейчас смотрю, уже стала как-то смотреть на мир по-другому. У меня вот уже возникли какие-то стремления как-то вот людям, там, отношения и еще что-то. Но у нее там интересная картина была вообще. Ну, у каждого свои такие вот разноцветия. Но самое главное, что когда я с ней в конце закончил, проработал, она говорит, ну, мне, говорит, хорошо. Я, говорит, теперь спокойно и вот в такое состояние, как вот, ну, нормальное. Я говорю, ну, все, теперь, говорю, пошли спать. И я хочу сказать, что простых и сложных здесь не бывает. Они все необходимы, и они все занимают свое место вот в этом ряду нейроэнергетической кинезиологии. И одно без другого никак не двинется с места, если ты не поймешь, как в школе, материал, который там с первого, второго, третьего, четвертого, пятого класса. Это факт. Я в этом убедился. И не нужно рваться там куда-то там в небеса, пока ты тут не решил вопросы с этими вот вроде бы как простыми формулами. Вот что я хочу сказать. Я хочу, как бы, сказать добрые такие слова об участниках этого, так сказать, форма нашего маленького. Они все, ну, некоторые, большинстве, так сказать, первочки, они ни разу не ощущали вот это вот состояние. Когда они сейчас пришли и почувствовали, они просто были великолепны. Я смотрел со стороны, они, как бы, чувствовалась все-таки уверенность в продвижении и решении каких-то вот вопросов. Там кто-то не понимали. Ага, смотришь, да, нашли ответ, двигаются дальше, нашли ответ, двигаются дальше. Да, там что-то непонятное не получалось. Но они все-таки продвигались и решали вопрос. Это очень хорошо. Для, как говорится, для новичков, для ноликов это просто замечательно. И огромное слово благодарности еще раз в заключении я хочу сказать, что и терпение, и поучение, и всего того, что мы услышали на этом курсе. То есть преподавательская способность высшего уровня, она дает результаты. Поэтому я хочу сказать, что если у кого-то, не то что возникнет, а это необходимо для всех, для всех семей, для всех специалистов, всех уровней, это просто необходимо. Поэтому не то, что там думайте, а просто ведите вот к нам сюда, и вы здесь найдете все ответы на все ваши вопросы, которые вы задаете себе каждый день и не можете на них ответить. И от ваших детей вы слышите эти вопросы, и от ваших близких. Это здесь решение всего хорошего вам. Мы ждем. Спасибо.